Добрый день, мои уважаемые пчеловоды, мои подписчики. Сегодня у нас 27 декабря. Предпраздничное настроение. Как видите, у нас снег, зима, пчелки зимуют по-прежнему, а мы, пчеловоды, думаем об этих наших друженицах и некоторую работу надо нам выполнить. Я в прошлом видео вам ставил для вас эксперимент. Я закрыл литки в некоторых семьях. Что я хотел этим показать? Я этим хотел показать, что до Нового года, и сказать, и убедить вас, что до Нового года пчелы зимуют очень хорошо. Ну, по природе своей. Они подготовились с осени к зиме. У них и каловая нагрузка небольшая, у них и корма есть, и кто-то из пчеловодов их подкормил. У них нет расплода. И они очень мало употребляют корма. Они мало расходуют кислорода. У них обогащенное гнездо углекислым газом. Поэтому они сидят очень тихо, спокойно. Они выделяют мало паров. Мне замечание в комментариях сделали, что нельзя было так делать, закрывать литки, потому что вода, там должно все течь. Там вода, куда оно денется и так далее. Возможно, правильно. Пары какие-то есть, что они что-то употребляют мед. Но я же не говорил, что я буду уль герметично закрывать. Я же об этом не говорил. Я сказал, что я как бы ошибку допускаю тех пчеловодов, которые могут допустить ошибку вентиляции. Поэтому я и говорил, что до Нового года пчелы простят пчеловоду ошибки в вентиляции. Они будут хорошо зимовать. Поэтому я и закрыл литки, чтобы доказать, что все будет нормально. Даже если пчеловод допустил ошибку. Потому что ветерок дует. Где-то между подставкой и корпусом есть какая-то щель. Между досочками, между там, как у меня ДВП, тоже неплотно. Я же не герметично все наклеил, делал. Где-то вентиляция все равно есть. Поэтому пчелы простят ошибки пчеловода. Это касается до Нового года. Примерно вот два месяца, если там период димовки есть. А уже после Нового года там нужно делать вентиляцию. Вот мы поэтому сегодня несколько провели работу такую. Увеличили вентиляцию. Как это мы сделали? У меня же мешкалина тут лежит. Мешок был закрыт. Тоже мне упрекали, делали упрек, что нельзя было ложить мешок. Это плохо течет, там вода будет. Ничего подобного. Все нормально. Что я сделал? Как я увеличил вентиляцию? Посмотрите. Я мешковину взял и закрутил ее. Закрутил. И здесь стало выше. И крыша опускается на эту мешковину закрученную. А здесь у меня вот шахта эта осталась. И я когда крышу опустил, то она неплотно прилегает. И здесь у меня вот вентиляция. Через... Сейчас я покажу. Вот, посмотрите. Там зарышочный леток. Через леток идет воздух, вентиляция. Через шахту эту и под крышу все это выходит. Я увеличил вот настолько. А там в январе, в январе, я увеличу еще немножко вентиляцию. Там нужно снова увеличить. Потому что там мороз уже усилится. Там пчелки уже немножко будут волноваться. Они больше корма будут потреблять. Вот поэтому нужно вентиляцию увеличить. Видите? Как логично у нас все получается. Вот о чем я и говорил. Значит, вот эту семью, которую я показывал, где закрыт леток. Этот леток нужно уже, конечно, открыть. Мы откроем леток и посмотрим, насколько там мокро. Как там течет все. Капли, вода. Вот как мне говорили, что там будет. Вот давайте посмотрим. Ну, я потом открою. Давайте мы тихо откроем. И посмотрим, насколько там, возможно, и влага есть. Потому что, ну, леток-то закрыт. Подожди. Даже примерзло мороз у нас. Так, открываем и смотрим, где пчелки сидят. Вот они, видите, сидят. Ну, где тут мокро? Где тут ини? Посмотрите, сухо все. Ну, все сухо. Вот пчелки сидят, вот, по всем улочкам. Не будем их тревожить. Ну, не течет же, не мокро. Мне доказывал, вот, один подписчик, что раскладку делал такую, что здесь должно столько воды быть. Стенки мокрые, и все вынеет. Почему-то это не произошло. Значит, леток мы открываем им. Вот и пчелки там сидят. Хотели вылезть. Но почему? Потому что шумят. Потому что между подставкой, между корпусом, ну, щели какие-то есть, понимаете? Даже из-под крыши. Где-то щелочка, ну, этот новый улей. А если взять старый улей, там где-то щелись, поддувает воздух, все равно вентиляция есть. Вот на что я обращал внимание. Он же не герметично у меня закрыт. Я обратил внимание на то, что если пчеловод даже допустит ошибку вентиляции, потому что пчеловоды волновались, что мне делать? Вот пчелка полетела, видите? Что нам делать? Закрывать леток верхний, нижний открывать? Как тут комбинацию тут делать? Я объяснял, конечно, но я и говорил, что не волнуйтесь. До Нового года пчелки хорошо зимуют. Доказывал, почему. Вот. И ученые об этом говорят. Поэтому вот эксперимент мой прошел. И видите, как видите, удачно. Все. Все нормально. Всем мы, семьям сделали вентиляцию. И еще мы в январе, я не прослушивала их, потому что, ну, незачем прослушать, время затрать, все у них хорошо. А вот в январе, там, я вам покажу, что дальше делать. Нужно и прослушать, нужно почистить, внизу леток, потому что уже будет подмор. Вот. И увеличить еще немножко вентиляцию. В связи с чем это будет связано? Ну, если низкие температуры, будет мороз будет. Вот. Они будут потреблять пчелки больше форма. Они уже шуметь будут. У них движение начнется. Вот. Тогда нужно немножко увеличить. А к весне надо еще больше увеличить вентиляцию. Там уже расплод в феврале пойдет. Понимаете? Вот потихоньку, потихоньку мы это все будем изучать. Вот так. Ну, я думаю, что мы еще увидимся с вами. Еще у меня будет одна тема перед Новым годом. Ну, тем не менее, я вас хочу поздравить с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Всего вам пожелать. Всего хорошего. Чтоб удачный был год у нас, сезон летний. Потому что прошлый сезон не во всех было с пчелами. Весна была плохая. Я знаю юг Украины и Россия. Юг. Весна неудачная. Медосбор был слабый. Поэтому всем желаю всего хорошего. Полный ведун и меда, как говорится. больших медосборов предварительно. Ну, я думаю, еще мы встретимся перед нами. До свидания. До скорой встречи.